МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Никишин. Научный сотрудник исторического факультета МГУ. Кандидат в публикации, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории Древнего мира» и переводов фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков. Выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института. Кандидат исторических наук. Научный редактор журнала «Новая и новейшая история». Автор монографии книг, в том числе и серии «Жизнь замечательных людей». Собственно, то, о чем мы сегодня собрались говорить, римляне называли церцензас, то есть церковые зрелища. Название довольно емкое, но на первом месте тут, конечно, бега стоит. Лошадиные бега. История их возникновения уходит в глубокую древность. И, судя по всему, стоит связывать появление бегов на итальянской почве с религиозным моментом. Это празднование в честь Бога урожая конца. Древние италики, ну и римляне в дальнейшем отмечали праздник урожая бегами. Лошади и молоти, то есть животные, непосредственно задействованные в процессе сбора урожая. Ну, а что касается уже исторической, так сказать, подоплеки этого всего дела, насколько мы можем проследить фактуру, то не ранее IV века появляются упоминания о знаменитом Большом цирке в Риме. 329 год. Вот если вас интересует конкретный год, 329 год до нашей эры Титливи в своей истории говорит о том, что на этом месте, а это низина между Палатином и Авентином, размером где-то приблизительно от 600 до 640 на 150-190 метр. Вот такой вот представьте себе прямоугольничек. Хотя сам цирк овальной формы, циркус, это либо круг, либо овал. Так вот, именно в 329 году впервые там происходит сооружение карцера, то есть стоил, 12 стоил, откуда, собственно, начинали колесниться свой забег, ну и целый ряд других сооружений, о которых дальше поговорим. То есть таким образом получается вот так вот, IV век. Во II веке до нашей эры все эти сооружения развиваются, усовершенствуются, скажем так. И к рубежу нашей эры мы имеем, кроме Большого цирка, это знаменитый циркус Максимус, от которого, правда, в настоящее время ничего не осталось, только кучка камней. Еще цирк Фламиния, который к III веку до нашей эры относится. А в имперское время один за другим цирки появляются. В общем, ко времени Константина мы имеем семь цирков. То есть римляне очень любили цирковые зрелища. Вот еще раз скажу, что кроме бегов это и выступления акробатов, жонглеров, канатоходцев, животных это отдельная история, травли, да, безусловно. О них тоже сегодня еще поговорим. И достаточно сказать, что вот, например, если во времена августа, это рубеж нашей эры, праздничных дней в году было порядка 64, 14 дней отводились на бега, то во времена императора Константина, это уже, соответственно, 175 дней и 65-66. Из них были посвящены вот этим арестаниям в цирке. Тут еще надо заметить интересное, сказать, сходство различий с гладиаторскими играми, которые тоже начинаются в III веке до н.э. как религиозный обряд, бой на могиле умершего, а потом уже перерастают в такое красочное, хотя и кровавое шоу. А что касается... Да, но между ранними гладиаторскими боями и поздними как бы нет прерыва традиций, что ли. Они развиваются медленно, но верно, а может быть и быстро. Но мы можем проследить эволюцию как бы не теряй нити. А если говорить о конских арестаниях, то, согласно тому же Ливию, Ромул не стеснялся сам участвовать в этих соревнованиях, и ничего дурного в этом не было. А если мы возьмем, скажем, уже императорскую эпоху или республиканскую, чтобы римский Нобель участвовал в скачках, это, в общем, казалось чем-то немыслимым. Это дело людей более низкого звания. И тоже, если вначале это было чисто религиозное действие, то уже в эпоху исторического Рима, о котором мы можем судить с большей или меньшей уверенностью, это, опять-таки, уже, конечно, чистое зрелище, которое имеет прямую аналогию в современных гонках, вроде той же Формулы-1. Только римского разлива. Да, и с числом жертв большим, потому как падение с лошади на полном скаку, естественно, зачастую уже врача требовало только для удостоверения смерти упавших. Ну да, тут я бы сделал небольшое лирическое отступление. Человек и лошадь сосуществовали еще задолго до Древнего Рима. И это вполне понятно, потому что лошадь была самым быстрым транспортным средством того времени. Действительно, Формула-1. В разных странах и в разные эпохи, естественно, тоже были бега, но вот до такого культового уровня они выросли, насколько я понимаю, именно в Древнем Риме. То есть колоссальное шоу. Я бы даже использовал такое понятие, как индустрия развлечений. Да, вполне. Да. И кроме того, можно здесь еще и вспомнить политический аспект этого всего дела. Но об этом, я думаю, отдельно поговорим. То есть здесь и финансовый аспект, и политический, безусловно. Ну и кроме тотализатора, там на самом деле много чего стоит только копнуть вглубь. И мы увидим, что это была именно индустрия, это было совершенно грандиозное предприятие, очень выгодное для организаторов и для всех участников в чисто финансовом плане. Ну и, наконец, это чисто культурное такое предприятие, да, если можно так сказать, явление культуры, вот так я бы сказал, культурный феномен. Потом, смотрите, давайте сразу разведем в стороны, условно говоря, два вида зрелищ. То есть, с одной стороны, это гладиаторские бои Муннера, они и назывались-то по-разному, которые, как правило, не всегда, но, как правило, проводились в амфитеатрах, в частности, в Колизее знаменитом. Вот. И совсем другое дело, цирцензос. Вот эти самые цирковые зрелища, повторяю, не только бега, но преимущественно бега, и в первую очередь бега, которые проводились в цирках. Колизей, или амфитеатр Флавиев, строился с 75-го по 80-й год нашей эры. Колизей имел форму эллипса, длиной около 190 метров и шириной 156 метров, и включал арену и поднимающиеся уступами в четыре яруса места для зрителей, которых могло быть около 50 тысяч. Колизей предназначался для гладиаторских боев и других. Украшали статуи, трибуны были покрыты мрамом. Такое замкнутое, но обычно в форме эллипса, пространство. А что касается популярности, ну, смотрите, допустим, даже если мы возьмем позднюю античность, 4-5 века, то можно, допустим, вспомнить христианских авторов, которые сетовали на то, что невозможно было осуществлять проповедь, поскольку паства, даже, казалось бы, верные, самые такие верные приверженцы христианского вероучения, они покидали храм и толпой бежали в цирк или на ипподром, в Византии уже позже, да, как только разносился слух о том, что начинали зрелища. И Иоанн Златоуст, в частности, сетует на то, что как только разнесся слух о зрелищах, тут же его паства как коров языком слезала. Это очень напоминает знаменитый сюжет, когда Теренци жаловался в предисловии к одной из своих пьес, что когда ее первый раз ставили, народ побежал валом, как только услышал о том, что предстоят гладиаторские бои. Это самые-самые популярные зрелища, гладиаторские бои. Кстати сказать, знаменитые хлеба и зрелища, там как раз использовано то самое слово, панметки, церцензис, то есть вот эти вот именно цирковые зрелища. Тут, кстати, еще относительно лошади и человека хотелось бы сделать замечание, ведь, как известно, человек сначала ездил на колеснице, а уже потом только осмелился сесть на лошадь. Да, здесь вот я хотел бы вас попросить описать, как все это выглядело, потому что вот я был в Константинополе, то бишь Стамбуле, и видел остатки Константинопольского ипподрома. Там сохранилась бронзовая стелла в виде змеи, правда, и голову подбивали, стоящая посреди фонтана, и одна из стелл, за которой разворачивались колесницы. Вот как это было устроено? Нам повезло в том плане, что сохранились довольно подробные описания большого цирка Максимус, который был еще одним из царей, то ли тарквиньем древним, то ли тарквиньем гордым по разным источникам. Мы, в общем-то, довольно наглядно можем себе представить, как это выглядело. Вот представьте себе низину, да, уже мы говорили, что это низина между Авентином и Палатином, где-то там 600 на 150 примерно метров. Значит, сама арена, арена была усыпана песком, откуда и само название, арена – это песок. Императоры посыпали арену каким-нибудь дорогим порошком, суриком, обязательно брызгали водой, поливали водой, хотя все равно поднимались тучи пыли во время арестания, но это уже было после. Саму арену поперек перегораживала со II века до н.э. Такая платформа каменная, с небольшим возвышением. Стена, в общем-то, высотой незначительной, так, насколько я себе понимаю, метр-полтора где-то спина, так называемая спина. Ее длина порядка 350 метров. Значит, вот представьте себе овал арены, и посередине вот эта самая спина. Колесницы скакали вокруг этой самой спины, то есть ее нужно было обогнуть. Значит, ну вот смотрите, если 350 метров, грубо говоря, в длину, значит, умножайте на два, порядка 700 метров – это протяженность одного тура. Семь туров – грубо говоря, порядка 5 километров, да, я так понимаю? По латыни циркус – это по-нашему мы переводим круг, а на самом деле это не просто круг, а линия, лишенная углов, то есть это и овал, и эллипс, и все, что хочешь. Да, да, совершенно верно. Да-да-да-да. Вот. Ну, вокруг зрительские места в три яруса, верхние ярусы деревянные, это все появляется только во II веке до н.э. До тех пор просто, судя по всему, были зеленые слои, причем в цирк приходили рано утром, с восходом солнца бега начинались, и поздно уже с заходом солнца, поздно вечером это все заканчивалось. Как в греческом театре. Ну, да. В республиканскую эпоху было максимум 10-12 заездов, в имперскую после 37-го года н.э. 20-24. Там были перерывы, конечно, 4 перерыва, самый большой в полдень, и вот перерывы уже занимались разными акробатами, канатоходцами и так далее. Обязательно устраивалась травля. Ну и разумеется, и... Сама спина, вот эта, если... ...по полам делила все это пространство, она играла сакральную роль, имела сакральное значение, потому что на ней устанавливались разного рода статуи божеств, трофеи, алтари, даже колонны. Август установил обелиск, потом еще второй обелиск в 4-м веке при императоре Констанции появился. И задачей колесничих было обогнуть вот эту самую спину. Первоначально, значит, не только колесницы участвовали в этих бегах, но и жокеи на лошадях, ну вот как у нас сейчас, да, вот как мы представляем себе ипподром. То есть имела место вольтежировка, но... ...стали самым популярным, одним из самых популярных видов зрелищ. И... ...вынеченцу была запряжена четверка. Нет, не всегда. Ну вот смотрите, давайте так себе представим, вот два конца этой спины, с одной стороны ворота, и с другой, противоположной, стороны ворота. Значит, эти ворота, они расположены между стойлами. Значит, с одной стороны от ворот, это ворота... ...с Капитолия, минуя форум, в цирк попадала торжественная процессия перед началом ресталищ. Итак, справа от ворот помпы шесть стойл, и слева тоже шесть. Они сначала были из дерева, потом из туфа, а в императорское время уже были облицованы мрамором. Да, да. И, соответственно, у них были такие дверки, которые открывали синхронно с помощью веревок, сначала деревянные. Судя по всему, это были деревянные решетки, потом тоже их украсили, расписали. В общем, все это в имперское время выглядело довольно красиво и презентабельно. Именно вот из этих загонов, из этих стойл, карцерос назывались они, по знаку одновременно, значит, вырывались эти самые колесницы. Значит, колесницы запрягались двумя лошадьми, но это правда, только новички таким образом выезжали. Тримми была самая популярная, но отдельные виртуозы управляли шестью, семью, восемью и даже десятью лошадьми. Было сделать, собственно, семь кругов, ну вот по 700, грубо говоря, да, примерно там по 700 метров, то есть порядка пяти километров, вот, и эти семь кругов составляли один миссус, то есть заезд. Ну и таких заездов было, как мы уже говорили, 10-12, потом 20-24. С противоположной стороны были триумфальные ворота, через них выезжал победитель, который получал пальмовую ветвь, венок, ну и солидную сумму денег, об этом тоже стоит отдельно поговорить. Вот, собственно говоря, в этом и заключались состязания. Значит, нужно было обогнуть два конца, да, вот, самое-то интересное, самое важное и, в общем, в известном смысле такое основополагающее дополнение, такая подробность, которая могла оказаться фатальной, очень часто оказывалась роковой для многих участников. Значит, в двух противоположных концах этой самой спины стояло две каменные тумбы, меты так называемые. И на этих метах возвышались три конуса, сначала деревянные, потом уже в первом веке позолоченные бронзовые, бронзовые они были, бронзовые. И вот их-то и нужно было обогнуть колесничью. Ну, разумеется, больше всех рисковали те, кто по внутренней дорожке скакал. Разумеется, у них было больше всего шансов победить, но и они и рисковали больше всех. И тут все зависело от выучки левой пристяжной, потому что стоило возниться, ошибиться в расчете. Ведь скорость бешеная, представьте себе. То есть этот вознице, который... И лошади не очень управляемая, почему? Да, он обматывал вокруг себя эти самые вожжи. В одной руке бич у него был, значит, второй управлял. И на бешеной скорости эта колесница неслась. И если ошибалась, значит, вот эта кобыла, да, пристяжная, или если допускал ошибку самовозниться в расчете, колесо, значит, колесо на полном скаку налетало на эту мету, разлеталось в дребезги, и тогда в лучшем случае этот человек бывал искалечен, ну а в худшем он просто разбивался в дребезги. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Ну, если вспомнить тот же древний Египет, то, как мы помним, там верхом ездить считалось варварством. Возможно, в древнем Риме это была та же тенденция. Ну, в Египте вообще просто к коням не привыкли, поскольку они появляются только со времен нашествия Гексоса в 17 веке до нашей эры, а в древнем и в среднем царстве их не было, поэтому, исходя из того, что действовать как предки, одно дело ездить на колесницы для боевых целей или на охоту, а другое дело скакать. Собственно говоря, и вообще конница как род войск появляется только в Ассирии. Это вообще уже излет, как бы сказать, древневосточной истории. То есть это вообще не очень ранняя традиция. Понятно, что в это время в Египте где-то там в 8 веке, если не ошибаюсь, Тегрот Паласар, по-моему, создал конницу. Да, да, да. Тегрот Паласар III. Понятно, что египтянам поздно уже было привыкать, там уже рукой подать было до персидского нашествия, а эти уже обучили кататься. Как следует. У римлян очень уважительно было отношение к коню, все-таки кавалерия существовала. Да, кавалерия, кстати говоря, у них была довольно скверная, и так традиционно считается, что качественная конница в Риме появляется лишь в 3 веке нашей эры при императоре Галиени. Ну да, если вспомнить военную историю, то лучшими кавалеристами считались фессалийские конники, нумидийская конница, при том же колене, какие-то далматские кавалеристы. Да, у римлян в основном конница была нумидийская, испанская, гальская, германская. То есть какие-то ауксилия, вспомогает. Но все-таки она была, она была конница. Кроме того, аристократы, они же упражнялись. Ну да, да, и охоту, опять-таки, нужно учесть, не сбрасывайте со счетов. Именно престижность службы кавалерии ее и губила, именно аристократы были о себе слишком высокого мнения, не особенно подчинялись командирам. Известно, что во II веке до н.э. Консул Цепион поссорился со всадниками и велел им добыть дрова ценой собственной жизни. Они как-то сумели выкрутиться и потери не понесли. Но когда принесли дрова, обложили его приторией и стали поджигать. То есть дисциплина была настолько аховая, что это что-то вроде такой сборище золотой молодежи, которая сама себе голова. И, конечно, в военном смысле от них проку не было. Недаром же при форсале Цезарь выиграл на том, что выставил опытных пехотинцев против аристократической молодежи, которые оказывали... Против кавалерии, кстати. Да, и пехота смогла ее прокинуть. Как известно, в Риме со времен... ...дарования права на триумф собственно полководцам за редчайшими исключениями. При Клавдии было исключение, когда плавцы даровали триумф, а так в основном только это сами императоры или члены их семьи могли устраивать триумф. И в процессе, когда начинались скачки, как раз была копия триумфа ее. Кратко, но достаточно емко описывает ювенал в сатирах, что... ...сзади стоял раб с золотым венком. То есть то, что мы из учебников в истории знаем про триумф. Сам он был в расшитой тоге. Причем даже сказано, что раб потел при этом. То есть, видимо, это дело было все утомительное. Вот он медленно-медленно с Капитолия двигался. Причем, если мы знаем наоборот, триумф заканчивался на Капитолии, а здесь все начиналось. И вот он по Итруской улице ехал к цирку. Ну, а там уже происходила процедура, которую Владимир описал. И вот народ мог посмотреть... Народ мог посмотреть, как бы сказать, копию триумфа, только без полководца, без пленных. Да, но там что интересно, там еще везли специальные колесницы, тенцы так называемые. И, как правило, они, конечно, лошадьми были запряжены, или молами, но в имперское время иногда их даже слонами запрягали. А потом даже и верблюдами вот было такое время. И, значит, на этих тенцах везли изображения божеств. Вот, изображения обожествленных императоров. Юлий Цезарь, кстати, удостоился при жизни. Да. Себе любимого. Ну да, бюст на родине героев. Ну и все участники будущих ресталищ, они здесь присутствовали. Это очень утомительно было действовать. Как триумф. Поскольку, да, поскольку очень медленно она двигалась, эта процессия, где нужно было обойти весь цирк, объехать. Ну, кто-то пешком, значит, мальчики вели под усы этих лошадей, вот, которые влекли тенцы. Это все делалось для чего? Для того, чтобы продемонстрировать престиж магистрата у строителей игр, ну, а впоследствии самого императора. Ну и потом, когда, значит, это все уже прекращалось, все зрители рассаживались по своим местам, переводили дух и радовались, что наконец-то утомительной помпой это закончилось. И магистрат давал знак к началу состязания. Он из своей магистратской ложи, как раз вот над этими воротами помпы, бросал белый платок. И как только белый платок падал на землю, тут же открывались вот эти карцеры и вылетали колесницы. Причем, кстати, вот мы об этом не сказали, карцеров было 12. Но это не означало, что 12 будет колесниц. Обычно 4. А 4 могло быть и 6,8. Могло быть и 6,8. Это по-разному. Доходило до 12, но это нечасто было. Вот. Ну и, наверное, самое время сказать про партии. Знаменитые вот эти. Ну да. Факционес. Да, причем слово «факцию», ведь вообще-то у Римлян назначало и политические клики. Ну да. Очень отрицательное слово. Это вот сговорившиеся между собой политики, то, что считалось очень хорошим. Кстати, во времена французской революции тоже. То, что для нас очевидно, что политики сговариваются для лоббирования идей, французы возмущались. Как это так? Каждый должен сам за себя. Ну и тоже, и вот факциями так же назывались и группировки сначала белые и красные, а потом зеленые и синие. Да, потом зеленые и синие. Зеленые – это у нас просины, а синие или голубые, точнее, винеты. При Домициане, это конец первого века, добавились еще и золотые и пурпурные. Но это была прихоть императора, она долго не продержалась. Что делали эти группировки? Значит, ну сначала, что делали возницы? Ну в целом понятно, что они делали. В общем, строго говоря, команды были так, по большому счету. Это, я бы сказал так, клубы вообще. Клубы команды, да. Ведь у них были свои цвета. Ну, соответственно, белый и красный, да, то есть туники были такого цвета, да, белый и красный, зеленый и синий. Недаром Плиний-младший говорил, что народ любит тряпку, вот они сейчас, да, привязанность к тряпке, об этом говорится. Да, одежда, и все изменится. Туника у древних римлян рот рубахи, первоначальная шерстяной, с 4 века нашей эры льняной. Тунику шили из полотнич, длиною до колен мужские, или до лодыжек женские, с вырезом для головы. Бока сшивали, оставляя отверстие для рук. Позднее стали пришивать и рукава. Тунику украшали вышивкой или тканной каймой другого цвета. Женщины на тунику с рукавами надевали безрукавную тунику, мужчины – тогу. У римских сенаторов и всадников туника была заткана, соответственно, одной широкой или двумя узкими вертикальными полосами. Лошади поставлялись заводами, или они тоже имели факты? Заводы, конные заводы, совершенно верно. И, разумеется, у каждой факции свои были конные заводы. На юге Италии, в Апулии и Калабрии, Испания славилась, своими лошадьми, Африка. То есть, ну вот, в основном из Африки, из Испании, Сицилии, с юга Италии выписывали лошадей, жеребцов породистых. Мы их знаем некоторых по именам. Они же были очень популярны. Население Рима, как сетует Марциал, допустим, в своих эпиграммах, знало гораздо лучше какого-нибудь жеребца по имени, чем известного поэта. Вот. Самого Марциалу, например. Да. Сохранились надписи, в которых фигурируют эти лошади. Это же интересно. Та лошадь, которая одержала более ста побед, значит, она получала особый статус. Такие лошади назывались центинарии, от слова центум, то есть сто. И мы знаем лошади, которые более двухсот побед одерживали. Сохранилась даже эпитафия, посвященная кобыле Спивдусе. Вы себе представьте, лошадь удостоилась эпитафии надгробной надписи. Вот. Подобно тому, как сами возницы. И что было на ней написано? Там говорилось о том, что вот все скорбят, когда ушла Спивдусе к лете, одержав столько блестящих побед. Вот. Интересно, что те возницы, которые одерживали тысячу и более побед, мы знаем таких, они назывались... Тысячниками. Да, Тысячниками. Тысячниками. Диокол одержал 1462 победы, а Скорб 2048. Но при этом Диокол дожил до отставки, а Скорб, хотя одержал побед в полтора раза больше, он, тем не менее, до отставки не дожил и в 27 лет стал жертвой своего ремесла. Причем именно по его поводу Марциал скорбел, что надоело ему везде видеть золотой нос Скорб имелось в виду, что... Известно, что на самой спине изначально было такое сооружение, ну, что-то вроде архитрава на четырех колоннах, где в ячейках были так называемые яйца ова, ну, то бишь шары, деревянные шары. И специальный человек, приставленный к этому делу, он, как только возницы огибали эту самую спину, то есть один круг проходили, он вынимал одно яйцо. А уже ближе к рубежу нашей эры Марк Вепсани Агриппа, знаменитый соратник и зять Августа, он совершил такое благодеяние для римского народа, установил в противоположном конце для удобства зрителей еще одно подобное сооружение, только уже с дельфинчиками. Вот. И когда, значит, соответственно, один круг колесницы проходили, то этих дельфинчиков то ли поворачивали, то ли вынимали, точно мы не знаем. Ну, вот известно, что с одной стороны были яйца, с другой дельфины. Да, а почему дельфины? Тоже неизвестно. Можно сказать, эллинистическая какая-то мода такая, юмор какой-то определенный, не знаю, дельфины почему-то. Да, ну вот теперь перейдем к людям. Есть надписи, мы знаем имена, мы, в общем, можем более-менее представить себе облик этих людей, которые с детства жили здесь, в цирке, жили вот при этом, при этом, при всем, вот, варились в этом соку, и у некоторых часто отцы занимались тем же самым ремеслом, то есть это были цирковые дети, скажем так. Строго говоря, у них не такой богатый внутренний мир был, чтобы там особенно запутаться, потому что все было нацелено только на их профессию, папа, дед, все занимались одним и тем же делом, они с детства росли, это, так сказать, сыновья полков, которые с детства только и слышали, что о скачках, о лошадях, о левых, престижных, о дельфинчиках, о том, кто сколько побед одержал и денег получил, кто как разбился, там, как привязать части одежды, которая развивается, чтобы они, не дай бог, не зацепили за мету, там, и вот все вокруг этого, ничего другого, собственно, они и не знали, и с другой стороны понять можно, потому как иначе бы, наверное, может быть, они бы еще, если бы они знали еще что-то, подумали бы, а стоит ли. Ну да, но тем не менее, деньги, как вы сказали, крутились изрядные, и тотализатор, вероятнее всего, был и тогда. Нет, то, что он был, это точно, абсолютно, потому что мы знаем прекрасно, что делали ставки, а без тотализатора это невозможно. Ну да. Огромное количество людей, они делали ставки, болели, конечно, с великим азартом, кричали, ну так же, как и во время гладиаторских игр, в принципе, то же самое было. Иллы ставили даже, свою свободу. Что касается, да, да, мы знаем, что были совершенно безумные ставки и проигрывались, выигрывали целое состояние. Смотрите, самый интересный вопрос, откуда деньги? Деньги-то откуда? Причем деньги огромные. Значит, ну, во-первых, магистраты, конечно, должны были потратиться, потому что государство выделяло, особенно во время республики, средства 600 тысяч, например, но если учесть, что помимо гонораров победителям, еще устраивалось обязательно угощение для всего народа, а в цирке, кстати, мы забыли об этом сказать, в цирке, в большом цирке помещалось до 250 тысяч человек, вы представьте себе, ну, вопрос, на самом деле, открыт до сих пор, но исследователи все-таки склоняются к мысли о том, что до четверти миллиона там помещалось, вот представьте себе, большая спортивная арена, да, 100 тысяч человек, а здесь четверть миллиона, всех надо было накормить, еще, значит, императоры устраивали подарки, разбрасывали тессеры, так называемые, ну, это нечто вроде беспроигрышной лотереи, да, то есть, там есть, значит, и еда, и одежда, и деньги, кстати, сами возницы, они же не только деньги получали, ну, помимо венка, там, помимо этой пальмовой ветви, они еще получали ценные подарки, отрезы, ткани, тоже ценные, да, там, допустим, шелк тот же самый, в первом веке нашей эры, римляне узнали, что это такое шелк, эти серские, да, серские ткани, так называемые, шелк из Китая поступовал, вот, значит, императоры круглые суммы давали, ну, и, наконец, пари, и вот, каждая из этих факцио представляла собой, ну, не знаю, я бы сказал так, мафию, по сути дела, там же крутились, еще более агентами, я думаю, что еще более, спортивную мафию, безусловно, так же, как казино своих сажает людей, так же здесь, владельцы стадиона, или там, команда, они сажали своих, так сказать, экспертов, которые консультировали, на кого лучше ставить, кто сейчас лучше готов, там, такой-то вчера болел, давайте на него не ставьте, и так далее, ну, я думаю, они это задаром не делали, букмейкеры, что называют, да, задаром, скорее всего, не делали, а тоже, я думаю, часть этих денег шла в карман у строителей. И вот, смотрите, в первом веке нашей эры мы замечаем, что целый ряд императоров все являются приверженцами одной-единственной партии, зеленых. У Ювенала есть слова, что слышу крики, понимаю, победили зеленые, если бы они проиграли, печаль и траур были бы такие, как после битвы при Каннах. То есть, вот этот политический момент, он вообще поражает. А зачем императоры все это устраивали? И гладиаторские игры, и цирковые представления, и все эти травли, зачем? В целях политического пиара, для того, чтобы развлекать вот эту вот толпу, всех этих люмпен, пролетариев, это была очень важная акция такого политического. Все эти императоры, они же перестраивали цирк постоянно, они что-то там каждый от себя добавляли, кто-то там придумал порошок. Да, вот, кстати, смотрите, вот возьмем такую маленькую деталь. В цирках устраивались травли, ну, чтобы развлечь как-то публику, особенно популярны были африканские травли, когда завозились пантеры и медведи, и начиналось вот это вот ужасное действие, когда убивали животных. Один раз как-то в первом веке до нашей эры случилось так, что устроили избиение слонов, слоны взбесились, да, совершенно верно, в 55-м году до нашей эры поедине. Начали трубить. Да, значит, по поводу и открытия театра, ну и там вообще в целях политического пиара, опять же, он устроил это представление. Он был консулом в этом году, вместе с красным. Да, и слоны взбесились и бросились в сторону зрительских мест, а в то время арену от зрительских мест защищали решетки, только решетки. Судя по всему, да, я так думаю, что да. И эти решетки были сметены, и народ сильно пострадал. И вот тогда Цезарь приказал вырыть глубокий широкий ров с водой, чтобы никак уже звери не могли прорваться в зрительские места. Занятный слух пошел. Кто-то догадался, что слоны приехали, согласились приехать в Рим, получив обещание, что им ничего дурного не сделают, а Помпей-то их надул, вот они и взбесились. Это великолепный образец массового психоза. С одной стороны, полнейшая дикость, а с другой стороны, таких же слухов очень много. Нет, но дело не там, Дмитрий, что ведь римляне, как и греки, они считали слонов самыми умными животными. Возможно, кстати, вот, например, Плиний-старший, который много нам интересных сведений в этом плане оставил, он, например, совершенно серьезно пишет о том, что бегемот, гиппопотам он, гиппопотам в Египте настолько умным животным является, что страдая от тучности, он, облегчая себе жизнь, сам себе устраивает кровопускание, как разбегается и бросается на острый тростник. Сейчас это читать смешно, но в древности... Про слонов рассказывают, что когда будущий плебейский трибун Друз, он бросил, точнее, выдал скрывавшегося у него мавританского принца, того отдали слонам, а слоны не захотели топтать. Вот противопоставление вот нехороший Друз, он предателем оказался, а слоны благородные отказались убивать пленника, совесть не позволила. Да, так вот, по поводу рва, значит, Нерон, Нерон, это середина первого века, решил, что можно это место занять зрительскими местами. Для всадников он этот ров велел закопать, а вместо этого рва устроили деревянный вал, который вертелся, и вал, облицованный слоновой костью. Смотрите, какая роскошь. Дело в том, что поскольку скользит эта поверхность, животные не могли уцепиться. Да, им не за что. Не могли. Так что вот даже такие изыски имели место. Хотел бы еще несколько слов о внутреннем мире возник сказать по скриптумам. У нас есть интересный очень источник. С одной стороны, у нас нет мемуаров возник, надписи носят официальный характер, но есть такой уникальный памятник, как заклинание. Накануне арестаний они заклинали богов, духов, еще бог знает кого, убей, остановись, свяжи моего противника, чтобы он разбился, чтобы он не смог победить, чтобы он не обогнал мету. То есть мы видим довольно жутковатый мир людей, которые дышат только победой, но оборотная сторона этой победы. Почему они готовы ради этого растерзать? И это понятно, потому что они отлично знают, что их противник, они их думают то же самое. Они отлично знают цену толпе, потому что если завтра он погибнет, о нем забудут, а не дай бог он еще и жив останется, останется коллегой, никто ему выходного пособия платить тоже не станет. Поэтому отношение и к людям, и к своим коллегам было жуткое, но, как у Чехова в рассказе «Тоска» Емщик выговаривает свои чувства. Лошади также единственными живыми существами, которых любили возницы, были, естественно, лошади, поскольку это их ближайшие друзья. Ну, разумеется, те лошади, на которых они ездили сами. Ну да. Значит, были средства защиты, элементарные, конечно, потому что вы понимаете, если вознец не успевал среагировать, а там доли секунды какие-то, он разбивался, его спасти не могло ничего. Но, значит, на голову надевали такие специальные шлемы. С клапанами, вроде танкистских. Каски, да. И обматывали тело и ноги обмотками такими специальными. Чтобы одежда не развивалась и, не дай бог, не задела. Потому что каждые полсекунды это... И, значит, сами вожжи завязывали сзади, потому что руки были заняты. Вот. Значит, за пояс был закнут острейший нож. То есть, ну, шанс из тысячи был, что в случае столкновения возница успеет вот этим самым ножом острейшим обрезать вожжи и спастись. Может быть, он спасется. Но вообще, как правило, когда возникали вот эти все завалы, то шансов спастись практически не было. Уже империя вся разваливается к чертовой бабушке, грубо говоря. На глазах отпадают провинции. Варвары уже Северную Африку захватили. Рим в 410 году Аларик захватил. То есть, империя агонизирует. Несчастные жители какого-нибудь города Трира, которые грабили трижды уже эти варвары, они готовы про все забыть и про то, что жены и дети погибли, имущество пропало, если им устроят зрелище. Значит, беглецы переправляются в Северную Африку, их там приютили к Арфагене. Они утешились очень быстро, когда им организовали зрелище. То есть, это, опять же, очень красноречивый факт, как мне кажется. То есть, хоть там небо на землю упадет, империя рушится, весь мир разваливается, Бог с ним. Главное, чтобы были зрелищи. И эти зрелищи проводились до последнего. Это называется цирк функционировал в шестом веке. Приходит варвара, уходит, ареста не хочется всегда. Ну да, Рим практически пустой, руины, на форуме трава, а цирк функционировал. А в Константинополе ипподром вообще как-то незримо был всегда связан с темой власти и контроль над ипподромом был одной из важнейших событий византийских императоров. В 532 году восстание началось собственно с того, что зеленые и синие объединились. И закончилось тем, что Велесарий отправил на тот свет так порядка 15 тысяч человек на ипподроме, когда их там заперли. Да, ну и там же совершались перевороты. вот сколько я помню в 1185 году императора Андроника Первого Камнина убили зверски там же на ипподроме. Так что вот этот политический момент он очень отражает, как мне кажется, менталитет древних римлян и византийцев, ромеев, которые пришли на смену. Они же считали себя правоприемниками этой цивилизации. То есть они унаследовали этот момент, да, вот эту любовь. Усилили, да. Да, по-своему. Недаром, по иронии судьбы, ипподром Константинопольский сохранился. Так, слушайте, ведь на ипподромах же триумфы во времена Византийской империи проводились. Императору устраивали там триумфы, византийский уже император. То, о чем я говорил, да, что римский триумф. Да. И ипподром функционировал, я так полагаю, дольше всех. Ну, до последнего рима в 1963 году, когда от империи, собственно, остался только Константинополь, полуразрушенный, огромный, полупустой город, и то это все продолжалось, это все функционировало. Вот. Ипподром, собственно, вот это вот название, название греческое уже, не цирка назывался, да, ипподром, то есть епос коня, дромос бег, да, то есть конские бега. Вот. Так что, значит, смотрите, если мы проведем такую хронологическую прямую, ну, хотя бы от четвертого, века до нашей эры, 329 года, который упоминает Ливий, до 1453, смотрите, это же получается 17 веков, да? 1700 с лишним даже лет. То есть феномен оказался удивительно живучим. В Европе уже давно забыли, уже и турниры-то миновали свой золотой век. Ну, да, ну, Европа варварская, да, да, в то время совершенно. Хотя, вот смотрите, турниры, турниры, они в Византию попали в 12 веке благодаря императорам типа Мануила первого, да, вот, но далеко им было далеко. Ипподром все-таки, да, это со зрелищем на подружу сравниться европейские зрелища не могли. потому что турнир это все-таки чисто феодальное развлечение. Это Дуринин сам за себя. А Ипподром это именно коллективное действие, это вот остатки все того же полисного начала. Дело дошло до того, что императоры выступают в роли вазницы. Ведь Нерон выступал даже в большом цирке. Но он сначала, правда, тренировался в садах Агриппины. Он хорошенько поднатаскался. И только потом уже выехал. Но он участвовал в совершенно реальном состязании. Каллигула выступает в ряде цирков в качестве возницы. Ну, его можно назвать безумным, там, полубезумным, шизофреником или как... Ну, то, что он не очень хорошо понимал, что делает их точно. Да, но это факт, что он выступал и как плесун, и как возница. Это было немыслимо. Для римской черни это было совершенно невероятно, чтобы император, император участвовал в этих арестаниях. Каллигула Гай Цезарь. Римский император с 37-го года нашей эры из династии Юлии в Клавдии. Каллигула прославился увеличением налогов и конфискациями у сенаторов, так как тратил огромные средства на устройство триумпов, цирковых и театральных представлений и на награды своей гвардии, претарианцам. Каллигула добивался обожествления власти императора. Он вызвал недовольство в разных слоях общества и в 41-м году был убит. Интересно, как велись остальные участники заездов? Как-то исключительно это не очень. Ну, разумеется, они поддавались. Но мы же знаем, что когда Комат выходил на арену и сражался в качестве гладиатора, то ему поддавались, а он потом добивал еще этих людей. Ну и разумеется, в случае с Нароном, мы же знаем, что охрана претарианской гвардии присутствовал во время его выступлений в качестве певца и актера, и зрители насильно сгонялись туда. Все должны были присутствовать и аплодированы. Когда Нарона по ходу действия должны были заковать в цепи, согласно одному рассказу, молодой претарианец, не зная, что такого сюжета, бросился спасать любимого императора. Кстати, вообще Каллигула был настолько увлечен всякими зрелищами, что про него ходили слухи, будто он приказывал травить лошадей, возник противной партии, ну, как известно, именно с каковым был конь инцитат, про которого он сказал, что вот захочу и сделаю его сенатором или консулом. Пишет Святоний, что якобы консулом даже хотел бы сделать, и для него дворец выстроил и ясли из мрамора. Причем, что любопытно, инцитатом звали также и одного возница уже времен Марциала, Марциал сетует, я хожу в лохмотих, а вот инцитат весь разодет. Инцитат, то есть быстрый, быстрый. То есть, вот вы себе представите, какие почести воздавались коню. Вот, и даже ходили слухи, что консулом собираются сделать это коне. То есть, это уже говорит о престиже определенном. Ну, а в третьем веке, когда там Гелиага был какой-нибудь полоумный, становится императором, который закатывает немыслимые пиры, устраивает орги, он же тоже выезжал на колесницы. Вот, и, ну, тогда, мне кажется, римляне уже ничему не удивлялись. Уж если императорскую власть оказалась возможной продать с аукциона, как это было сделано в 1993-м году. Как бы все это говорит о сладком гниении, то есть, упадок... Загнивает, но как пахнет. Да. Разложение, да, постепенно разложение. но что самое интересное, вот Владимир сказал, в 329-м году построили, то есть, еще это, казалось бы, суровый рим, такие нравы, там, когда Манни Кури Дента творил репу в глиняном горшке, к нему пришли сомниты и предложили золото, а он сказал, я предпочитаю властвовать людьми, обладающими золотом, нежели владеть самим золотом, а ведь он был позже, чем был построен вот этот первый цирк, то есть, на самом деле, и гладиаторские бои, и бега, это все уже возникает, когда никакого гниения, казалось бы, не было. Да, вот эти мимические представления, мимы, пантомимы, жонглеры и прочие, которые как бы разбавляли бега, вот, значит, мы уже сказали о том, что четыре было перерыва, надо было успеть перекусить, в конце концов, зрители приходили с семьями, да, кстати, ведь женщины тоже там присутствовали, и если гладиаторов наблюдали, женщины отдельно, там, с задних рядов, то в цирке-то они сидели все вместе, и Овидий пишет в «Науке любви» о том, что самое удачное место для того, чтобы завязать знакомство с девушкой, это именно цирк, потому что они там все рядом. Как известно, Сулла именно во время гладиаторских боев со своей последней женой познакомился, Валерий, прославленный Маджеваньоле, он же описывает, как она вытащила ниточку из его тоги, шерстинку точнее, и он удивленно посмотрел на нее, то есть, видимо, на задних, на задних, но при желании кончившийся брак. Публика закусывала, отдыхала, а в это время на арену выходили вот эти мемы, похабные всякие такие сценки там показывались, непристойные совершенно, ну, а публике это нравилось, публика была, в общем-то, низкопробная, ну, в общем, пролетариев, понимаете, 250 тысяч пролетариев, страшно себе представить, да, ну, и сенаторы-всадники, их, конечно, было немного, на каменных вот этих сиденьях в самом низу, вот они смотрели, аплодировали, да, значит, созерцали, и императоры еще от мимов услышали всякие пакости. Ну, вот, кстати, нужно учесть вот этот карнавальный момент в римской культуре вообще. Если они даже на похоронах устраивали такие вот мимические представления, я думаю, в одной из следующих передач мы обязательно поговорим о римских похоронах. которые отчасти напоминали триумф тот же сын. да, то есть, о чем-то, о чем-то. Это уже деталь, деталь культуры, такой вот аспект карнавальный, карнавального веселья, вот, когда эти мимы, даже порой с непристойными совершенно шутками, были задействованы, даже, казалось бы, вот среди такого дела возвышенного, строгого и серьезного, как он скажем, смерти, да, потому что, представьте, только закончились очередные заезды. Арена залита кровью, там обломки этих колесниц, разбитых. Вот смотрите, Сенека, который был современником всех этих безобразий в первом веке, он говорил, фатову лентамдукунт, но лентамдракунт, то есть, судьба покорного ведет, а непокорного влечет, тащит. То есть, все равно никуда не денешься от судьбы. И все это прекрасно понимали. И Скорб, и Кресцент, и Диокл, они все знали. Они полагались, конечно, на свое умение, они полагались на судьбу, они полагались на вот эти заговоры, таблички до нас дошли. У них аморальные тормоза в итоге отказывали, именно про возниц говорили, что они ходят по Риму и грабят прохожих, воруют, поскольку они себя чувствовали богами. Это был старый обычай, такой, который позволял вести себя непотребно вызывающим образом, именно возницам, потому что они рисковали жизнью постоянно. Они занимались безобразными, хулиганством, грабежом, порой на улицах. И, кстати, известно, что Нерон, наверное, подражая этой манере поведения, этому стилю, мы знаем, что Нерон, когда ему было там 18-20 лет, он только-только стал императором, он как раз на ночных улицах Рим вот и занимался тем, что нападал на прохожих. То есть, это точно та же модель поведения, что и та, которая традиционно была присуща этим возницам. Учитывая, что Нерон сам вроде как увлекался и подробными действиями, то он, наверное, сам в этом участвовал. Что имеет право вести себя таким образом. Очень низкий социальный престиж с одной стороны всех этих людей, вот этих возниц, как и актеров, и мимов, и так далее. А с другой стороны, колоссальная популярность, огромные деньги. Мы знаем, что когда погиб возница Феликс, то один из его почитателей бросился в погребальный костер и сгорел над трупом своего кумира. Женщины были у их ног. Куда комитийским женам. Безусловно. Индустрия, она и здесь была индустрия, то есть всякие там миниатюрные изваяния, камеи с изображениями этих людей, сувениры какие-то, которые тоже приносили деньги. И статуи тоже. И статуи, тоже марциал сетуют на то, что куда ни повернись, он везде видит позолоченный нос этого... Скорпа. Скорпа, да. Почему туда толпами народ ходил, в этом были просто заинтересованы очень многие, понимаете. Именно в финансовом, вот в этом аспекте, потому что каждый понемногу с этого имел. Но вышестоящие они, конечно, так сказать, дороже брали. Вот скажем, во главе каждой из этих четырех факций стоял Доминус. То есть, господин этой самой партии и некоторые бывшие войны становились этими Доминусами. Кстати говоря, к слову сказать, императора называть Доминус считалось, это значит, объединить его в тирании, а тут это вообще нормально. До поры до времени, в первый век, потом это уже считалось незазорным. Да, тот же Каллигула себя объявил Доминуса Деус, господинный бог, но это было так неожиданно, что его убили. Тысячи людей были заняты в этом бизнесе. Ну что же вы хотите, ясно, поэтому почему эти зрелища оказались столь живучи, и все это реализовывалось и продолжалось вплоть до консертических. Я думаю, это все-таки, конечно, отвечало глубинным... Ну тут как бы совпадение интересов политической власти, желания толпы и как бы интересы бизнеса. Гибель вот этого почитателя Феликса показывает, что, видимо, дело было не только в шоу-бизнесе, и в деньгах, то есть, видимо, это отвечало каким-то глубинным потребностям. Да, вспомните этот знаменитый девиз «Хлеба и зрелищ». «Панем» — это «Цирцензас». Имелись в виду не просто зрелища. «Цирцензас» — это цирковые зрелища. Это щекоталые нервы. Вот в чем дело. Вот, вот я и говорю. Ну и плюс травли. Травли. Вот представьте себе, сонмище... Огонное непредсказуемое. Вот, вот, вот. Это игра со смертью, игра с судьбой. И особенно в период деспотизма, очевидно, это играло какую-то роль. Выпускался пар. Плебеи, которые толпами приходили в цирк, они на какой-то момент чувствовали себя даже важнее императора, который сидел там в ложе, возлежал, и должен был потакать этой толпе. Он не мог игнорировать ее желания, ее требования. То есть люди уже видели себя наравне с Цезарем и даже в каком-то смысле выше него. Травля. Кто были те, кто травил зверей? Они тоже превозносились как возницы или просто там... Нет, тут, конечно, популярность было намного сложнее. Конечно, профессионалы, Виноторос, там какие-нибудь выписанные из Африки, представители тех или иных племен, вот, Герулы, там еще кто-то, которые, собственно говоря, всю жизнь этим и занимались, только их привозили в Рим, и они демонстрировали толпе свои особые навыки, там с помощью лассо, с помощью копий и дротиков. Они загоняли все это зверье, а звери там были самые разные. Один раз крокодилов завезли, но крокодилы не дожили. Они почему-то отказались принимать пищу, их перебили пораньше. Вот вы себе представьте, человек там, ну вот какой-нибудь сенатор Симах в 4 веке, который 10 миллионов сестерцев угрохал на эти зрелища, только из соображений престижа. Он, значит, выписывает пантер, медведей, слонов, лошадей, значит, и бегемотов, там и бог знает кого, и, значит, выясняется, вдруг одна партия не доехала, что-то там потонуло в результате кораблекрушения, какие-то корабли не доплыли. Тут открылся мор, значит, лошади, часть передохли, а частью оказались больными. Вот, ведь информация такого рода способна испортить кровь какому угодно сенатору, то есть только кровь, карьеру подорвать, и карьеру, да, и состояние, и состояние тоже, это ведь стоило больших денег. Такой момент интересный, 4-5 века, все уже разваливается, но эти всемахи и прочие сенаторы, которые вообще-то уже потихоньку христианами становятся, эти люди, несмотря на то, что, казалось бы, традиционная система ценностей уже рушится, тем не менее, они сохраняют себе ту старую полисную закваску и пытаются изощряться для того, чтобы доставить мгновенное какое-то удовольствие пресыщенному римскому плебсу, они, ничего за это не имея в финансовом плане, но наоборот, вкладываясь сами, они изощряются как только могут. Вот, пожалуйста, это тоже странный какой-то филой. Ну, почему? Как мы говорили, это пиар. От наших богачей такого не дождешься. Да. Ну, когда уже разваливается, рушится, все на глаза, какой там уже может быть пиар? На этой оптимистической ноте мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Время у нас, как песок в часах, к сожалению, вышло. Я благодарю вас за участие нашей сегодняшней беседе, и мы продолжим путешествие в Древний Рим в наших следующих программах. С вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в год истории. Всего доброго. Смотрите нас. в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok